Если говорить 3200, это не такие большие деньги, но это деньги, который был не так давно подтвержден Кабинетом. Евгений, если вы месяц назад не видели, 5 дней назад не видели, то как вы так резко увидели? Если мы говорим о том, что Верховная Рада сегодня подтвердила рамку государственного бюджета в первом очереди, и мы бачим возможность финансирования этих заходов, и быстро начал звонить премьеру. Мы провели соответствующие рассчитывания и можем сегодня сказать, что да, это возможно, это возможно реализовать. И люди наши отримают соответствующие финансирования. Еще одно маленькое уточнение, пожалуйста, только честно. Разрахунки сделали до заявления или после? Разрахунки сделали мы летом, но выраховывали, какие возможные сценарии при определенных условиях. На сегодня было принято решение 3200, и это решение было подтверждено. Хорошо, я еще раз помню. Нет, 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 подождите, у нас представители министерства бывают в отличие от вас и вам значительно реже. Подождите, свои очереди. Я только скажу, что разрахунки до этого часа делятся, они еще не готовы. Разрахунки закончились только на 3200, больше нельзя. Вот 4500, озвучил Николай Сорик. Я считаю, что нужно быть реалистами. 3200 – это тот ресурс, который мы можем сбалансировать в бюджете. В соответствии с этим ресурсом мы должны получать деньги. Но денег на 3200 точно хватит. Бюджет за цего показника будет сбалансованный. Хорошо. Почему пенсионеров оставили на обучении? Почему им ничего не посчитали? Пример сказал, что на сегодня мы работаем над тем, чтобы провести осуществление пенсии. Проте, я еще раз хочу повторить, нужно не говорить, а нужно на конкретных розрахунках, на конкретных подходах дать соответствующие цифры и сказать, что мы можем это реализовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова